ДТП в Новосибирске и области Разоблачительное селфи и крупный штраф за хамство на дороге Инспекторы задержали нарушителя благодаря публикациям в интернете Камазы-роботы отправятся в рейсы В подмосковной деревне построили новый полигон для беспилотников О том, как игнорирование правил отражается на участниках дорожного движения Расскажем в сводке ДТП, которые произошли за прошедшие выходные на территории Новосибирска и области Смертельное ДТП в Чулымском районе области Жительница Новосибирска ехала на Ниссане Кашкай по дороге Иртыш По неизвестным причинам не справилась с управлением, поэтому выехала на полосу встречного движения Где автомобиль врезался в проезжающий мимо Вольво От удара иномарку отбросила на придорожный отбойник Водитель фуры, несмотря на 27-летний водительский стаж, не смог уйти от столкновения В результате ДТП хозяйка Кашкая погибла мгновенно Два пассажира ее иномарки получили травму различной степени тяжести Дальнобойщик не пострадал Еще один человек погиб на улице Тимаково в Новосибирске Мужчина около 45 лет решил в темное время суток перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода Никаких светоотражающих элементов на его одежде не было Водитель Мазды Капелло затормозить не успел Пострадавший получил сильнейшую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы Он спал в кому и скончался спустя несколько часов в больнице Три человека оказались в больнице В каком состоянии был инициатор аварии, можно только догадываться Очевидцы говорят, был пьян Сам водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования Парень на Тойоте ехал по Борису Богаткову со стороны Лежена в направлении Есенина В пути произошло столкновение с Ниссаном, который следовал в попутном направлении От удара Саня отбросила в проезжающий навстречу Луидор Два человека из пассажирской маршрутки получили травмы различной степени тяжести Опытный водитель двигался на премиум со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону Ватутина Иномарка врезалась в трамвай, который ехал во встречном направлении От удара седан развернуло и отбросило на середину проезжей части Водитель иномарки получил ушиб мягких тканей головы К счастью, госпитализация ему не потребовалась Невнимательность или халатность? Водитель 35 маршрута ехал по улице Есенина в сторону Бориса Богаткова Остановил автобус, чтобы высадить пассажиров Один человек выйти не успел 66-летняя бабушка выпала из салона нефаза Шофер, вероятно, этого не заметил Потому как продолжил движение и совершил наезд на упавшую пенсионерку Женщина доставлена в ближайшую больницу с множественными переломами обеих ног Две попутки не вошли в поворот, столкнулись Около 8 часов утра на улице Титова в Новосибирске произошла авария Рено Логан и Тойота Корона Премио направлялись в сторону улицы Степная Вероятно, один из водителей неправильно рассчитал дистанцию Беременную девушку устает, и медики госпитализировались с подозрением на угрозу выкидыша Неудачный обгон Волга ехала по трассе Байкал в сторону Купина Водитель решил обогнать попутки Однако при выполнении маневра не убедился в безопасности движения Поэтому его машина и врезалась в ВАЗ Который двигался впереди в попутном направлении И притормозил, чтобы повернуть налево Сила удара оказалась настолько мощной, что ВАЗ вылетел с трассы в Кювет и перевернулся Владелец шестерки и его пассажирка госпитализированы в больницу с различными травмами Три ребенка пострадали за минувшие выходные на дорогах города Все они получили серьезные травмы и сейчас находятся в больницах Не заметил мальчика, так рассказал водитель Хюндая Он ехал со скоростью около 40 км в час в сторону ипподромской Перед зеброй не затормозил Девятилетний школьник попал под колеса В результате ДТП он получил рваную рану нижней губы, перелом передних резцов и ушиб подбородка Другой малыш пострадал вне зоны пешеходного перехода Пятилетний мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой Сотрясением головного мозга и многочисленными ссадинами Его на дороге сбил Форд Фиеста, который ехал по Кропоткино со стороны Красного проспекта Водитель пояснил, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть Из-за сугроба его не было видно А следующая пострадавшая 14-летняя девушка была пассажиркой Жигулей Она ехала в салоне отечественной легковушки в тот момент, когда произошло лобовое ДТП с Субару По словам водителя иномарки, он ехал со скоростью около 35 км в час В какой-то момент автомобиль ушел в неуправляемый занос, потому и врезался в пятерку Девочка в больнице с серьезными травмами головы и лица Штраф за неадекватность До наступления тепла депутаты Госдумы все-таки пообещали доработать новый пункт правил И, наконец, определиться с наказанием за опасное вождение Да и в саму формулировку внести правовую определенность Напомню, термин «опасное вождение» был введен в ПДД еще летом Под ним понимается неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий Как, например, отказ уступить дорогу автомобилю, резкое перестроение при интенсивном движении на всех занятых полосах А также несоблюдение дистанции, бокового интервала и необоснованное резкое торможение или препятствование обгону Сейчас эксперты рассматривают варианты наказания для нарушителей По последним данным водителям может грозить штраф в 5000 рублей за повторное нарушение либо арест, либо лишение прав Да и в текст самого законопроекта хотят внести коррективы, чтобы черным по белому было прописано, цитирую Обязательное использование доказательной базы в виде видеофайла Фотофакт разоблачил виновника Парень решил покататься со своим приятелем по селу, выехал на перекресток и остановил машину посреди проезжей части Естественно, с нарушением ПДД И тут ребята начали фотографироваться и выкладывать снимки в интернет Шокированные такой наглостью очевидцы обратились в дежурную часть и предоставили полицейским ссылки на странички автохама в социальных сетях Инспекторы ДПС изучили и эти фото, и данные сельских камер видеонаблюдения Факт нарушения установили быстро, а более детальная проверка показала, кто из двух товарищей является владельцем Калины Молодой человек 94-го года рождения ранее уже был лишен прав на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения В итоге за новые нарушения инспекторы составили на лихача 17 административных материалов со штрафами на общую сумму больше 100 тысяч рублей В ходе еженедельной операции «Нетрезвый водитель» сотрудники госавтоинспекции выявили больше сотни водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянений Зона проверки «Город» – те улицы, по которым очень любят кататься пьяные Думают, в темноте их не видно, запах алкоголя на безлюдных магистралях инспекторы не почувствуют Это заблуждение 109 человек продули в алкотестер, получили приглашение в суд Еще 20 человек отказались проходить моментальную проверку Напомню, за пьяную езду на машине нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет За процедив можно понести уголовную ответственность и попасть в тюрьму на два года Да и прав суд уже может лишить не на 24 месяца, а на все 36 Первые уникальные в России построили специальный полигон для тестирования беспилотных автомобилей Новая площадка позволит проверять не только машины без водителя, но и транспортные средства с системами интеллектуальной помощи шоферу На площадке программируется изменчивость ландшафта, включая даже тип дорожного покрытия А значит проверка машин пройдет максимально объективно Первые испытания запланированы на май этого года Известно, что тестирование фур с автопилотом на новом полигоне будет включено в программу мероприятий Росавтодора А с августа на полигоне можно будет испытывать легковые автомобили с автономным управлением На площадке также появится гоночная трасса На этом все, если вы стали свидетелем аварии или же просто беспредела на дороге Присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту dps.ots, собакамейл.ру Либо оставляйте их в нашей группе ВКонтакте С вами была я, Анастасия Бойко Увидимся на телеканале ОТС И не забывайте, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова